...положную сторону, на площадь Кошу Талайуша. И поныне, именно там главный ход парламента вы найдёте. Так, мы же с вами взгляд давайте переведём в правую сторону, на Мудайский берег. Тут есть что запечатать, во-первых, справа на набережной. Виден реформанский костёл, построенный в стиле новая готика. Кальвини стала построить простую дешёвую церковь, его такой стилю выбрали. И уже за реформанским костёлом на Вишине горы можно видеть, вы можете видеть 80-метровую подсвящённую колокольню собор Матиэша. И эта церковь Матиэша расположилась в окружении рыбацкого бастиона. Гляньте, справа на Вишине горы часть крепостной стены с подсветкой и с башенками. Это и есть рыбацкий бастион. Причём, по сути, этот рыбацкий бастион всего лишь декорация. Это украшение города, появившись в 1906 году. Ну а прямо перед нами мост появился. Самый известный, самый красивый, многие утверждают даже самый старый мост в Янгрии через Дунай. Цепной мост. Но нет, мы с вами сделаем по-другому. Уже на обратном пути нашего корабля я вам подробно и обстоятельно расскажу про все Будапештские мосты, в том числе и про этого. Сейчас же посмотрите в правую сторону. Ведь с правой стороны напротив цепного моста на Вишине холма с этого ракурса очень эффектно смотрится здание Королевского дворца. Лично моё, конечно же, субъективное мнение заключается в том, что днём этот Королевский дворец смотрится значительно проще, нежели чем вечером на фоне ночного неба в свете мощных софитов. Опять же, в первую минуту в месте Королевский дворец начали строить в 1245 году. Как раз тогда Будайская крепость стала столицей Верхови. И вот в столичном городе, вот там, на Вишине горы, стали строить вон тот Королевский дворец. Его затем, на протяжении веков, много раз расширяли, перестраивали, обновляли. Уже во время Второй Мироны Королевский дворец разрушили полностью. Ну а восстанавливая, восстановили только внешний антураж. Внутреннее убранство Королевского дворца до наших дней не дошло. Там же, на вершине горы, справа от Королевского дворца, заметно беленькая, подсвещенная и все равно как-то неприметная зданица. Дворец Александра. В наши дни, этот дворец Александра – это резиденция президента Венгрии. Но Венгрия – парламентская страна. В итоге, реальный глава государства Венгрии – премьер-министр. И его рабочий кабинет расположился в здании парламента. И вот они справа. И Королевский дворец. И дворец Александра видны во всей красе. Присмотритесь. Между двумя этими зданиями завидна птичка, которая расправила свои крылья. И это не орел. Нет-нет. Это выдуманная мифологическая птица, которая называется Турул. Такой птицовой металлогии вы не найдете. Согласно преданиям, в девятом веке, именно эта птица, Турул, привела венгров сюда. На территорию Карпатского бассейна, сюда, где венгры сейчас-таки и живут. Тут же, справа на набережной, берет свое начало, подсвещенная парадная императорская лестница имени Франции Осипа. Она же крепостный базарчик. Два года назад власти города лесенку отремонтировали, сделали ей подсветку. И с тех пор лесенку справа планомерно превращают в новую городскую достопримечательность. При лесенке справа часто проводят выставки, экспозиции, презентации, выступления артистов. И хочется верить, что пройдет пара-тройка лет, и лестница справа станет по-настоящему любимой будапештскими туристами достопримечательностью города. Ну, как говорится, будем посмотреть. Тут же, прямо перед нами справа гора появилась. Гора, к которой мы приближаемся, называется Геллерт. А пока мы горе подплываем, я как раз-таки про нее подробно расскажу. Гора Геллерт была названа в честь итальянского епископа Геллерта. Этого священника Папа Римский присылает в Евгрию в 11 веке, чтобы этот Геллер здесь христианство проповедовал. Так вот, в те времена на вершине безымянной горы находилась хижина, где жил священник Геллер. Каждое утро он отправлялся на проповеди, каждый вечер назад свою хижину возвращался. Но в то время очень много язычников жил на территории страны, им жутко не нравилось, чем Геллер занимается. Однажды, возвращавшись с паствой Геллерта, язычники отловили. Засунули в бочку, тыкнули гвоздями изнутри. И с горы с этой Дунай сбросили. Конечно же, священник, как погибшего за веру, канонизировали. Дали ранг святого. И горы назвали его именем. По правую руку от нас ни разу не поменявшее название Гора Геллер. Так, глядьте право. Справа в глубине горы, на фоне подсвященной ротунды, видна фигура епископа. Вон он, глядя стоит, вытянув вперед правую кисть. В ней отжимает католический крест. Всех призываю в свою веру. Так, очень красивый водопадик течет у подошвы до памятника в дневное время. Причем водопадик питается из теплого термального источника. Работает он не всегда, потому что в определенный день вода из теплого источника уже попадает в водозапасник города Будапешта, который находится в глубине гаи. Так, а мы сейчас с нашими гостями под мостом будем проплывать. Но я помню, о своем вещании грозился на обратном пути подробно рассказать про Будапештские мосты. Это касается и этого тоже. Мы же сейчас давайте ко мной глянем вправо. Тут справа на набережной... Нет, нет, не на решении горы. На набережной, а против кораблика. Мы с вами имеем некрасивое, неприметное здание купальни Будапешт. Это была лечебница интересна в историческом плане. Купальня была построена в 16 веке. Тогда Венгрии была турецкая ига. И турки таким образом организовали работу купальни, что она была исключительно мужского пользования. Женщин туда не пускали. Мужской шовинизм продолжался аж до февраля месяца 2006 года. Ведь только тогда мэр Будапешта выделил наконец-таки один день в неделю, когда женщины смогли заглянуть в купальню. Рудаш. С тех пор этот один день превратился в три дня. Мало того, в наши дни в купальне Рудаш имеют место быть даже ночные купания. По пятницам и субботам там можно ходиться с десяти вечера. День и две утра. А вообще-то всего из-под ножей Горгеллер бьет 38 термальных минеральных источников. Не случайно целых три купальни среоточены в окрасте горы. Одну из купалин я вам только что показал Рудаш. Другая купальня называется... Раз. Третья купальня прямо перед нами справа из-за горы Геллер появляется. А появляется справа перед нами гостиница, и купальня в одном флаконе с именом названием Геллерд. Пока подплываем, рассказываю. Гостиница и купальня Геллерд была построена в 1917 году. Ее построили на месте теплого грязного озера. Особенную же популярность водолечебницы заимела в 1976 году. Тогда в Будапешт с официальным визитом приезжал товарищ Брежнев. Он останавливался именно в этой четырехзвездочной гостинице не просто так. Врачи этих времен обещали Брежневу освобождение от его многочисленных заболеваний благодаря водам в купальне. Но, скажу вам, по секрету не соврали. Очень хорошо, Брежневу вода помогла. Кстати, по этой причине, как наши гости вновь приезжают в Будапешт, заметьте, не если, а когда. Заглянуть в купальню Геллерд я очень настойчиво рекомендую. Вы там получите не только пользу в лоречебной воде, вы там получите еще эстетическое удовольствие. Ведь нормальная часть купальни великолепно украшена мозаикой. И вот справа от нас фасадная часть гостиницы и купальни видна во всем личи.